МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Советский районный суд Нижнего Новгорода начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении министра поддержки развития малого предпринимательства потребительского рынка услуг Нижегородской области Александра Макарова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Из зала суда Ярослав Гонин. Перед началом процесса адвокаты заявили ходатайство об очередном переносе рассмотрения дела, так как сторона защиты не успела ознакомиться со всеми материалами, которые насчитывают 14 томов. Гособвинение выступило против, указав на то, что это попытка затянуть процесс. На месте председательствующий принял решение отклонить просьбу защиты и перейти к судебному следствию. Прокурор Олег Громов зачитал обвинительное заключение. Совершил на территории города Нижнего Новгород тяжкие преступления против государственной власти и интересы государственных служб, преследующих вам в совет. Суть предъявленного обвинения сводится к тому, что Александр Макаров продал землю частной компании по заниженной цене. К тому же часть участка не могла подлежать продаже. Сам же господин Макаров обвинение в свой адрес отвергает. Я не понимаю, в решении никаких полномочий я совершил, потому что все перечисленные обвинением статьи, они как раз описывают регламентную работу министерства. Это как раз входит в обязанности министра выполнять эти функции согласно тех статей, которые были перечислены. Страна защиты также обратила внимание суда на некорректность формулировок в обвинительном заключении. В ходе следующего заседания будет назначен допрос свидетелей по этому уголовному делу. Заседание начнется 13 мая. Ким Андреев, Ярослав Гунин, Роман Серебренников, Горький ТВ. Обыски в Приволжском филиале Института социологии РАН могут быть покушением на собственность. Глава филиала Института социологии РАН Максим Лубиной предположил, что визит полицейских мог быть связан с чем-то желанием завладеть зданием, в котором расположены учреждения. Это старинный особняк. Об этом глава научной организации рассказал в интервью корреспонденту РБК Нижний Новгород. Напомним, днем 6 апреля здание осматривали сотрудники полиции. Полицейские, представляющие отдел экономической безопасности, провели обследование здания, осмотрели все помещения, изучили документацию организации. В Нижнем Новгороде завтра утром минус 2, но воздух прогреется до плюс 5, будет ясная погода. Днем плюс 5, плюс 7, также без осадков. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин